Ирина Климова, актриса театра телевидения и кино, заслуженная артистка, певица и продюсер. Родилась в апреле 1967 года в городе Москва. Окончила училище имени Щукина, на последнем курсе которого начала активно сниматься в кино. После окончания училища несколько лет работала в театре имени Вахтангова, где играла в спектакле «Зуйкина квартира». Позднее перешла в театр имени Моссовета, а затем и вовсе ушла в кино и телевидение, оставив театральные подмостки. В конце 90-х выпустила сольный альбом, а еще через год вернулась в театр. В дальнейшем актриса часто принимала участие в съемках разнообразных телепередач, а в 2010-м дебютировала в качестве продюсера. Актриса с детства живет в Сокольниках. Здесь она родилась и здесь снимала жилье, пока училась, поэтому покупая собственную квартиру, также выбрала этот район. Ирина была рада, что рядом с парком и озером начали строить новые дома, ведь ей хотелось купить новую жилплощадь с охраной и парковкой. Это не первая покупка артистки. Первая покупка была довольно маленькая, вторую жилплощадь она взяла далеко от центра и без необходимой инфраструктуры, а вот третья попытка оказалась самой удачной. Квартира изначально была со свободной планировкой и для оформления хозяйка пригласила профессионального дизайнера. Гостиную с кухней и обеденной зоной сделали единым пространством, но между кухней и гостиной установили стеклянные перегородки, чтобы при желании их можно было разделять. Хозяйка не любит яркие краски, поэтому весь интерьер выполнен в мягких и светлых тонах в классическом стиле. Такой интерьер на протяжении многих лет смотрится актуально и при этом не надоедает. В холле много глянцевых и зеркальных поверхностей, что помогает зрительно увеличить и без того немалое пространство. Актриса не любит громоздкие шкафы, расставленные по квартире, поэтому сделал на заказ огромную гардеробную с большим количеством полок, где умещается вся одежда, обувь, платья, чемоданы и другие сезонные предметы. В просторной гостиной удалось разместить не только такие обыденные вещи, как шкафы, плазменный телевизор и диван, но также камин и белоснежный рояль, а рядом с широким окном обустроили обеденную зону. За матовыми распашными дверями скрывается кухня. Кухонный гарнитур выполнен в светлых тонах золотой каемки. Здесь же стоит маленький столик и стулья в том же стиле, что и в гостиной. Весь интерьер выглядит цельным и законченным. Детская комната оформлена в синем цвете, но эта цветовая гамма разбавлена белыми тонами. Комнату оформляли сразу для того, чтобы она подошла не только маленькому мальчику, но и уже вполне взрослому юноше. Без игровой, сказочных героев и ярких, кричащих деталей. Вся мебель выполнена на заказ по эскизам Ирины. Субтитры создавал DimaTorzok